В Твери чествовали представители машиностроительной отрасли. Торжественное мероприятие в преддверии Дня машиностроителя прошло в Доме культуры «Металист». На нем присутствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона поздравил собравшихся с профессиональным праздником, а также вручил лучшим работникам награды. Владимир Васин в профессии вот уже более 10 лет. Специалист трудится с лесарем механосборочных работ на Тверском экскаваторном заводе. Как рассказывает мужчина, он собирает гидравлические цилиндры для специализированного транспорта, который в дальнейшем используется не только при строительстве дорог в нашей стране, но и за рубежом. На протяжении 10 лет менялась конструкция гидроцилиндра. Он усовершенствовался, усложнялся. И самым интересным является освоить новый цилиндр, собрать его. Испытания он проходит, потом покраску. И увидеть конечный итог на экскаваторе. За свою трудовую деятельность Владимир Васин был удостоен высокой областной награды. Из рук главы региона Игоря Рудень он получил благодарность губернатора Тверской области. Также накануне Дня машиностроителя, который отмечался 27 сентября, почётными грамотами и благодарностями были отмечены ещё ряд представителей машиностроительной отрасли региона. Выступая перед собравшимися в Доме культуры «Металист», руководитель области подчеркнул, что машиностроение – это стержень отечественной экономики, основа технологического развития и повышения обороноспособности нашей страны. Мы гордимся тем, что в нашем регионе устроили уникальные транспортные средства, высокотехнологичное оборудование, техника для строительства и фронального хозяйства, нефтегазового комплекса и для авиации. Ваш профессионализм верно с традициям, но и, конечно же, упорство в работе дали сегодня очень устойчивую основу для развития нашего региона. Также в этот день глава региона провёл встречу с ветеранами машиностроения. Они обсудили актуальные вопросы развития отрасли в регионе, в числе которых меры поддержки предприятий, расширение ассортимента выпускаемой продукции и популяризация инженерных специальностей. Продолжение следует...